Больше не Газельск. Возможно, Омск избавится от ироничного прозвища, данного городу блогерами и урбанистами за засилие на дорогах маршрута Горьковского автозавода. 1 марта департамент транспорта объявил эти микроавтобусы вне закона. Уйти с рейсов должны сразу 384 машины. Именно «Газели» за 17 лет изменили рынок пассажирских перевозок в Омске. Как скажется на пассажирах, такое сокращение и как изменится сеть перевозок в городе, разбирался Дмитрий Куканус. 2 марта, 8 утра. Микрорайон, 40 лет октября. На остановке «Детский сад» два десятка человек. За 10 минут подъезжает всего два маршрутных такси. Людей меньше не становится. Кто-то продолжает стойко ждать, а кто-то уходит пешком на конечную остановку. Стало трудно уезжать. Мало маршруток. Очень мало. Минут по 10, по 15 перестаем. 419 вообще нет. Я очень долго стою. Я выхожу в минут 30, сдам мне идти 5 минут. Вот до сих пор стою, жду «Газели». Я вот сейчас стою минут 15, 97-го нету. И не знаю, когда придет. А мне надо ехать до Амура, до 21-й. После запрета на использование «Газели» поток транспорта только от медсанчасти номер 9 уменьшился на 81 единицу. Всего сокращения коснулись более 30 городских маршрутов. Самые значительные – на 97-м и 419-м. У предпринимателя Чередниченко парк сократился сразу на 29 машин. На них ежедневно перевозили более 6 тысяч пассажиров в день. Сейчас водители в незапланированном отпуске. А ведь частные перевозчики выиграли конкурс и могли бы продолжать работать. Сейчас все лицензиаты идут в суды. Суды назначены на март месяц, март-апрель. Поэтому ждем решения суда. Рейды транспортного надзора проходят каждый день. Наказание для оказавшихся вне законоперевозчиков суровое. 5 тысяч рублей заплатит водитель и 300 тысяч – предприниматель. Но некоторые перевозчики продолжают работать. Как начальство мое сказало, что все документы в порядке и в основании, что мне выезжать нет. Но чиновники уверены – это они действуют в рамках закона. Дело в том, что мы организовали проведение временного конкурса, который позволит нам в данной ситуации заменить перевозчиков, которые нарушали действующее законодательство. На период 6 месяцев в данной ситуации конкурсы проведены. В департаменте транспорта уверяют – ситуацию изменит новая маршрутная сеть. На ее разработку потратят несколько миллионов рублей. А готов документ будет только к концу года. Впрочем, уже сейчас, после отмены части маршрутов и запрета газелей, многие амичи с трудом могут проехать из одного конца города в другой без пересадок. Дмитрий Куканов, Александр Рябуха и Павел Ходынский. Обск.Здесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова